Так, ну что, ребята, всем привет, ролик по поводу битка. Соответственно, волатильность у нас падает, и мне это напоминает ситуацию ровно, как у нас была в октябре, то есть осенью, да, и летом. То же самое была аналогичная ситуация, когда волатильность была пониже на я. То есть вот здесь у нас был октябрь, как вы наблюдаете, и потом волатильность взлетела. То же самое август, там тоже были донные значения, и июль тот же самый, тоже днищинская волатильность. И сейчас она также падает, совпадение не думаю, да, далее по доминации идем. Доминация у нас падает, то есть постепенно выкупают альты, если увидеть по доминации эфира, она начала подскакивать, доминация BNB аналогичная ситуация, то есть в BNB запускается лонжпад, лонжпул, и там очевидно, что будет все расти, доминация альткоинов ни хера не падает, я говорил, что вот это будет скорее всего финальное дно, после которого нас подвросят наверх, и те, кто будут думать и ожидать еще ниже, они будут покупать потом еще выше, и в среднем альткоины показывают у нас уже отскок плюс 30%, как вы наблюдаете, ну и в принципе вот если взять тот же, допустим, 1 инч, здесь отскок около 40%, ну если в среднем по альтам, то где-то процентов 30 у нас вышло, и как вы понимаете, естественно, надо было покупать, а не сидеть чего-то ждать, ну вот здесь, допустим, ада кордана плюс 30% биткоин, давайте глянем, он в моменте в откате, но это все не имеет значения, и он ушел боковик, а альты сейчас будут подтягивать, по эфиру рост продолжается, в принципе, это и так видно невооруженным взглядом, по BNB, естественно, вышли из клина наверх, потому что запустился новый лонжпул, по-моему, называется Аевзо, или как-то так, и тикер у него АЭС будет, и как вы понимаете, в дальнейшем эти лонжпулы, лонжпады будут запускаться еще чаще, и те, кто накапливал BNB вместе с нами по 200-300 долларов, могут на халяву получать монеты, и как бы потом их либо сливать, либо холдить всю бычку. Далее, получается, по остальным монетам, там какая-то непонятка была по алгоренду, здесь был какой-то памп, но, скорее всего, этот памп был связан с тем, что вынесли у нас шарты на 500 тысяч долларов, ну, в принципе, ничего критичного, как вы понимаете, не произошло, те, кто закупался, те молодцы, ну, а по поводу ликвидации, естественно, у нас шартовая ликвидация продолжается, по витку, по эфиру, по некоторым альтам, по ажбару было на 10 лямов ликвидации, хотя многие подумали, что из-за новости, типа партнерство с BlackRock'ом, ну, на самом деле, может, оно и было. Да, и также здесь у нас упоминается, чтобы вы понимали, монета Chainlink, у нас упоминается IBM, у нас упоминается LG, Hitachi, также еще Tata, есть такой автомобиль Google, Dell, BitGo и так далее, то есть различные компании, ну, и вот ХД, а также еще компания компьютерных игр Ubisoft, которая там создавала Assassin's Creed, получается, Jaws Tricon, Tom Clancy's, Far Cry и многие другие игрушки, я думаю, с этим понятно, поэтому бюджеты тут ебейшие, и очевидно, что, конечно же, вот этот сектор RWA, Real World Tests, да, токенизированных активов, он будет продолжать развиваться, пока большинство людей будут в это не верить, потом, конечно же, у нас все это взлетит to the moon, я думаю, с этим понятно. Вот, у индекса страха и жадности, естественно, у нас жадность сохраняется, потому что тут ориентация только на биткоин, и альты здесь особо не учитывается, но самое интересное не в этом, вот жадность у нас продолжила расти, но самое интересное в том, что у нас показывает индекс альтсезона, а индекс альтсезона в глобальном плане, если смотреть годовой, он у нас растет, я об этом тоже рассказывал и предупреждал, буквально там пару дней назад он был 30, сейчас он уже 37, и, в принципе, у нас альты уже восстанавливаются, как и было точно так же вот здесь в октябре и, в принципе, летом. Поэтому те, кто провтыкал, ну, очень даже зряк, поэтому даже здесь дебилу заметно, что здесь в октябре было дно, также летом еще было дно, то есть далее двойное дно, после этого улетели. Также еще коррекция была в марте, потом в январь, вот это январское коррекция, и вот сейчас апрельская коррекция, самая однищенская, но лой мы не обновили по большому количеству альтов, то есть некоторые рассказывают, что вот там практически все альты упали на отметки лета осень 23-го года, но это полная хуйня, потому что, естественно, этого обновления лоя по многим альтам не было, то есть максимум, куда мы упали, это либо на те же отметки, которые были в марте на коррекции, либо, соответственно, потолок январь, да, когда была январская коррекция и когда был биткоин в районе 38 тысяч с половиной, да, и я говорил, что закупайтесь, не будет никаких там 38 ровно, 32 конкретно, да, 35, там, 30, кто ждал и так далее, вот здесь был лой 38 555 на бинансе, и мы полетели наверх, ну, грубо говоря, 40 тысяч, да, но вот здесь ждали 32, и вот сейчас ждут тоже 52, не знаю, с какой целью, при том, что уже все восстанавливается и падать не собирается, как вы наблюдаете, и, конечно же, уже альта идет в рост, если глянуть, кстати, по доминации USDT, которая вчера там отскакивала, сегодня, что сегодня она уже снижается, ну, вполне ожидаемо, читаемо, я говорю, что это всего лишь отскок, доминация USDC также падает, доминация DAI, давайте глянем, что по ней, доминация DAI также у нас снижается, что говорит о том, что у нас в долгосрочной перспективе, естественно, все будет продолжать расти, пока большинство сидят и делятся, то, естественно, мы наблюдаем, что USDT, ну, там, стейблы переливаются у нас в активы, они просто лежат на балансах, ну, и вот здесь с октября, середина октября у нас снижается доминация активно, причем, и это говорит о том, что, конечно же, у нас она снизилась в два раза, то, что киты продолжают скупать, и сейчас они это делают, вот эти отскоки, это всего лишь коррекция к росту, да, и вот этот лой, который многие говорят, октябрь, мы, типа, сходили на эти отметки, а то и ниже даже, по некоторым альтам, ну, таких альтов, я не знаю, процентов 5-10 от силы было, и то в лучшем случае, то, как бы, скажем так, это единичные случаи, скажем так, ошибка выжившего, ну, и здесь то же самое, у нас мы лой, вернее, хай, вот этот по доминации не обновили, то есть говорит о том, что киты не переливаются из альткоинов в стейблы, и из них не выходит, как многие рассказывают, что, типа, киты фиксируются, киты там что-то продают, это полная херня, вот, поэтому, ну, больше слушайте комментаторов, что можно сказать по поводу хешрейта и сложности майнинга, продолжает расти, то есть киты продолжают активно накапливать, никто там ничего не продает, но интерес все еще сохраняется на уровне, где-то 20-30 процентов к биткоину, к эфиру и к крипте в целом, поэтому, если посмотреть по настроениям, конечно же, толпа уже постепенно перестраивается на то, чтобы покупать, но, как вы понимаете, это в локальной ситуации, в глобальном плане люди еще не очухались, люди еще надеются на какое-то снижение, но ничего, пройдет неделька, две, месяц, полгода, год, и когда они увидят новые хайи, что они проебались, конечно же, они потом будут залетать на хаях, ничего не поменялось. Далее у нас ведущие компании обязались проверять датасеты на наличие материалов на скам, и, как вы понимаете, такие компании-гиганты, которые занимаются уже внедрением и полноценной разработкой искусственного интеллекта, это Google, это Meta, ну, Facebook, да, OpenAI, а это тоже WorldCoin, Microsoft, Amazon согласились принять меры по предотвращению использования материалов по поводу, соответственно, различных там скамов и так далее, ну и, в принципе, каких-то вредоносных материалов, мошеннических схем и так далее. Ну и, как вы понимаете, естественно, это все, ну, для того, чтобы обезопасить интернет, ну и, в принципе, чтобы не было мошенничества, взломов и так далее, ну, это тоже отлично. Далее у нас токен HBAR вырос на 110% после токенизации фонда от BlackRock, я думаю, многие видели эту новость, я уже показал Twitter, да, можете сами зайти и посмотреть, и в долгосрочной перспективе, естественно, это отыграет так, что все CBDC криптовалюты будут у нас расти, и уже, как я и показывал, здесь у нас был указан тот же Chainlink, а Chainlink и HBAR это две CBDC криптовалюты, я рассказывал, что, конечно же, фонды в них будут заходить в тихую, а потом после пампа выпускать новости, что, ебать, смотрите, мы зашли, понимаете, ну и здесь тоже самое, уже плюс 25% с дна, и, как вы понимаете, дальнейшие криптовалюты, такие, как тот же Polkadot, тот же Polygonmatic, который, кстати, тоже был упомянут, что он в партнерстве с тем же Stellar, чтобы вы понимали, а Stellar тоже CBDC криптовалюта, то есть в Stellar, в XRP, в Polkadot, там, Kuzama, ну, это, как мы понимаем, старостепенная монета и тестовый блокчейн от Polkadot, а Polkadot, Kuzama тоже должна быть у вас в портфеле, то есть вот этот весь, в том числе DeFi, DEX сектор тоже будет расти, хоть он, ну, скажем так, косвенно относится к CBDC, но тоже имеет значение. По поводу остальных монет, Солана тоже является CBDC, Эфир, BNB, и я это тоже рассказывал, многие посмеялись, когда услышали, что Эфир там и BNB это CBDC, но, как мы видим, эти монеты сейчас активнее и сильнее всего растут, и та же Солана в том числе, да, ну, а то, что Солана CBDC, я не сразу узнал, ну, и это, понятное дело, мы узнаем только постфактум, поэтому оно и логично, да, потому что, когда взвинтили цену, тогда уже объявить, что это CBDC, и то же самое будет с XRP, то же самое будет со Stellar, с Polkadot, там, с остальными монетами, когда они отрастут и будут на хаях, нам скажут, о, ребят, CBDC, BlackRock покупает, залетайте, ну, классика жанра, поэтому ничего не меняется, новости подгоняют постфактум, ну, а по поводу ажбара, я уже, в принципе, рассказывал и показывал, то, что у нас действительно было за последние два дня, это вынос шартов был на, здесь, получается, 3 ляма, здесь 4 и 25, ну, суммарно, где-то лямов на 7-8, да, ну, как нам здесь показывают, 10-27, если быть точнее по Coin Glass'у, ну, как вы понимаете, естественно, рост произошел за счет этого, а не потому, что у нас там какая-то новость вышла, новость, лишь оправдание для хомячков. Самое интересное, вот как раз-таки по поводу темы CBDC, у нас аналитики, получается, Всемирная экономическая форума, веб, сказали и предоставили расследование, что 98% центральных банков уже по всему миру разрабатывают национальные валюты, то есть цифровые валюты CBDC, и, как вы понимаете, в долгосрочной перспективе, конечно же, все это будет внедряться и внедриться, скорее всего, полноценно к 30-му году. Далее у нас подогнали, конечно же, фат и фейк новости по поводу того, что тизер там наложил какие-то санкции, заблокирует лица по типу там Венесуэлы, которая там якобы собирается отмывать деньги своей компании нефтяной, да, ну, как вы понимаете, потом там затронули страны СНГ, там, что якобы чуть ли не скоманет этот USDT, но это все, естественно, бред специально, чтобы на не вере рынок роста точно так же, как он делал это летом и осенью, ну, вот особенно осенью, когда многие не верили, и пониженная волатильность тоже была, я напоминаю, то тогда мне рассказывали, что нет, а не может быть это одно, вот еще раз надо свозить, вот еще раз, вот еще раз, и вот на каждом падении рассказывают эту ахинею, что вот еще раз надо свозить, чтобы всех вытасеть, и это так и происходит, и потом биткоин у нас хопа, блядь, внезапно уже 75 тысяч, и постоянно вот эти ждуны, блядь, которые ждут еще раз, еще раз, они и вот здесь ждали, в итоге им дают, дают, они ждут все ниже, ниже, и в отношении битка, я имею ввиду, по альтам то же самое, то есть они ждут здесь еще ниже, мало, здесь еще ниже, мало, здесь еще ниже, мало, еще ниже надо, еще ниже, еще ниже, и вот так цена растет, и хопа, блядь, уже биткоин почти в 5 раз отрос одна, и альты аналогичная ситуация, И вот так они сидят и ждут, что вот наконец-то произойдет вот это, наконец-то финальное падение, они там зайдут все котлеты. Ну, понимаете, это идиотская позиция, абсолютно инфантильная, и вы понимаете, с таким подходом такие люди будут заходить только на росте и на хаях. Ничего абсолютно не меняется, толпа у меня не стала. Далее у нас, конечно же, упоминается в очередной раз, в миллиардный раз уже на очередном откате, хотя рынок уже восстанавливается после коррекции, уже долотскок плюс 30% средним пальтам, что, конечно же, обсуждается Тералуна, Доквон, якобы Сектом, опять судят, 5,3 миллиарда долларов штраф, ну, как вы понимаете, тизер у нас скамят в очередной раз, МТГОКС упоминали, там Бинанс тоже самое, ну, то есть одни и те же новости, нихера абсолютно не меняется. То есть основные у нас предвестники того, что надо покупать, и это относительно локальное дно, это у нас упоминание Бинанса, Сект, потом там Тералуны, блядь, Сект, потом что там еще у нас получится, МТГОКС, Сервис Кэпитал, там Аламеда и так далее, FTX якобы сольет, но в основном это Бинанс, Тералуна, МТГОКС, вот, вот эти новости постоянно рассказывают, USDT, и все, больше никаких нету, то есть, ну, и постоянно топят, конечно же, гигантов, то есть топ-1 стейблкоин, это у нас USDT, топ-1 биржа Бинанс, ну, и, конечно же, бей сильного, остальные разбегут. Да, и здесь тот же самый принцип, поэтому блок, также у нас платежная компания, Джека Дорси, завершила разработку третьего чипа для майнинга первой криптовалюты, ну, и, конечно же, продолжает форсить биток, совпадение не думаю, да. Далее, получается, у нас центральный банк, опроверг запрос на блокировку банковских счетов клиентов в криптобирж, ну, и, конечно же, рассказывают, что якобы там что-то кто-то будет блокировать, но, по факту, вы понимаете, естественно, якобы там распоряжение ЦБ затронет клиентов Бинанса, Байбета, Кукоин, Окикса, и многих пугают, что вот там отслеживать операции, там, USDT на P2P платформах, ну, и многие, конечно же, пугаются, избавляются от USDT, избавляются от крипты, но это специально делается, чтобы, конечно же, вас зашугать регуляции, вас зашугать CBDC там и так далее. Понятное дело, что это все будет, и это все уже вводится, и уже отчасти введено, но для того, чтобы вы скинули свои криптоактивы, и, ну, вот, многие думают, что вот там скаманет USDT, тогда крипта валится, за что мне продавать? Ну, во-первых, есть просто USD, цифровой доллар, и будут также CBDC, ну, и плюс также есть USDC, там другие какие-то стейблы и так далее, ну, и плюс можно банально даже к тому же к биткоину продавать, если вы не знали, к сатошам, да. Вот, это такие моменты, которые нужно тоже понимать, ну, и плюс никто там ничего скамить не будет, как вы понимаете, и в крайнем случае можно будет продать свои монеты там на P2P, либо из рук в руки, ничего сложного нет. OTC тот же самый рынок, да, то есть вне биржевой, и по факту, вот, если задуматься, ну, даже если скаманет USDT, что скаманут ваши крипталюты, да нет, конечно. Понятное дело, что это может быть жесткий черный лебедь, но я считаю это маловероятно, потому что тот же USDT, понятно, кто создал, да, кто и создал печатный станок бумажного доллара, да. Эксперты изучили эволюцию сети биткоина через призму халвинга, ну, и, по сути, как вы понимаете, естественно, в долгосрочной перспективе все это растет, эмиссия уменьшается, ну, и, как вы понимаете, по сути, сколько у нас должен подрасти, примерно, как я говорил, где-то 140-150 тысяч долларов, ну, а те, кто рассчитывает на какие-то, прям, бешеные отметки, я бы не стал бы этого делать, потому что большинство, те, кто ждут там 200 тысяч, 500, миллион, миллиард, они будут потом сидеть в разбитого корыта и ожидать еще более сильного движения, но, по факту, его так и не произойдет. Тут куча метр, куча аналитик, но, на самом деле, самое главное, что вы должны понять, это поставить цели и по ним действовать, вот и все. Стандарт чартер, кто сомнились в одобрении спотовых ETH ETF в мае, хотя до этого они топили за биткоин ETH, теперь они переобулись и говорят, что якобы там не одобрят к 23 мая, ну, как я вам говорил, его одобрят, вопрос лишь времени, скорее всего, май, июнь, мы это все увидим. Ну, и по факту, как мы понимаем, вот эти отметки 150 тысяч долларов по битку и ETH по 8 тысяч, это более-менее реально, конец 2024 года, ну, смотря, когда будет пик, был рано, если в 2024, тогда да, если в 2025, тогда нет, как вы понимаете. Далее у нас Coinbase противопоставила TradeFi криптуалюты с рекламной компанией за 15 лямов долларов, не знаю, что это значит, но, по сути, TradeFi это еще одно направление, которое в дальнейшем будет развиваться, но, а Coinbase, я напоминаю, это партнер того же BlackRock, где они разрабатывают те же токенизированные активы, то есть занимаются цифровизацией или же темой CBDC, совпадение, да. А вообще Coinbase это одна из топовых бирж, в том числе в США, то есть топ-2 биржа после Binance, естественно, ну и совпадение, что они выбрали именно ее, да, потому что Binance же типа хейтит SEC, а как это так, BlackRock с Binance объединится, не может такого быть, вот, противоречия, хотя я уже ничему не удивлюсь, и две блокчейн-ассоциации США подготовили иск против SEC, и это у нас ассоциация блокчейнов, да, и Альянс Крипто Свободы выдвинули претензии SEC, ввинив ее в капризманном нам творчестве. Ну, это мы уже неоднократно слышали, поэтому никто там ничего свергать не собирается, это лишь разговоры. Далее эксперты опровергли наличие метки высокого рискового транзакции с KuCoin, ну и, как вы помните, уже рассказывали, что якобы транзакции там именно в сети в 320, также KuCoin там хейтили, но по факту биржа KuCoin и их биржевой токен восстанавливаются, никто там ничего укатывать не собирается, у нас была обычная коррекция, потому что у нас корректировался весь рынок, и после этого уже мы наблюдаем здесь откок на те же там 35, а то и 40 процентов. Поэтому те, кто там обосрался, очень даже зря, потому что в дальнейшем, да, мне это будет расти, и, как видите, дно уже не дают, о чем я говорил, да, мы здесь обновили дно января, но мы не обновили дно, которое у нас было, получается, в этом, лето-осень 2023 года. Поэтому совпадение не думаю, потому что именно тогда было дно крипторинга, поэтому за это мы уже тоже слышали. По поводу отложенных ETF, думаю, понятно. По поводу, соответственно, QCP, у нас говорят, что постхалвинговый эффект проявится как минимум через 2 месяца, ну и по факту многие говорят, что якобы экспоненциальный рост, то есть вот эта парабола должна быть спустя 50-100 дней, то есть где-то 2-3 месяца, максимум 4 после каждого из 3 холлингов, если эта закономерность повторится. В этот раз у биткоин-быков есть еще недели для создания более крупной длинной позиции. Поэтому, ну, это, конечно, рассказы про сервовый бычка, потому что рынок уже восстановился на 30-40%, как вы наблюдаете. Некоторые монеты даже там на 50-70, а то и 100%, то есть уже там на 50-100%, то есть почти на 2 икса отскочили. Ну, это единицы монет, большинство монет где-то в среднем процентов на 30, но, как вы понимаете, они постепенно вот так вот тихо и сапой будут двигаться, пока большинство будут сидеть ждать там недели, 50 дней, 100 дней. Ну, а рынок уже отскочит как минимум на 2 икса, а то и в 5-10 раз. И те, кто ждут там до осени, что, блядь, якобы им дадут там докупиться на дне, ну, пускай мечтают, пускай влажные фантазии оставят по себе. И потом с этими же розовыми соплями они будут залетать на хаях, беря кредиты, как миленькие, просто вообще на изи, блядь. Как они делают это сейчас с биткома и эфиром, с BNB, и точно так же они будут делать это с альтами, которые будут давать 10 иксов и выше. И это не влажные мои фантазии, что это слишком много, ребят, многие альты уже это давали, и FED, и NJ, и TRB, и так далее. И это не единичные случаи, и рендер токен там, и так далее. И многие из них переписали хаи, чтобы вы понимали, цикла 21-го года, чтобы вы понимали, то есть уже предыдущего цикла. И то, что этого не будет для старичкового рынка, либо еще каких-то монет, это полная туфта. Потому что, конечно же, это нагоняет вам фат, блогеры, которые нихера в рынке не соображают. И уже были в истории события, также по тому же XRP, что он переписывал, получается, хаи предыдущего цикла, там и так далее. И сделал это успешно. Поэтому можете в этом не сомневаться, те, кто не верит, ну окей. Потом время все расставит, можете не верить, в дальнейшем рассказывать, что старички там больше 2X не дадут, ну хорошо. Потом посмотрим. Уже тот же, ради примера, тот же Bitcoin Cash, который многие хейтили, говорили, это нахер его брать, зачем ты его советуешь, это параша. Вот он давал уже там около 8X, а с дна слабо, да. Так это он только начал, понимаете. И он постепенно уже почти восстановился к хаиу 21-го года, и он еще может показать. То есть восстановившись сюда, он уже покажет около 15X, чтобы вы понимали. А если он сходит на те же там 4000 долларов, которые он стоил на хаи, да, то вы же понимаете, что Bitcoin Cash может стоить вообще лютых отметок. И, естественно, с дна, давайте глянем, сколько это будет, это будет примерно около 30X, чтобы вы понимали. 30-40X вам нужно показать. Пока большинство будет сидеть там и скептицизм в свои баны проявлять, уже монеты многие поулетают. Я думаю, с этим понятно. Далее по поводу еще новостей, то, что SEC отложила решение по спотовым эфирам ETF от Franklin Templeton. Ну а Franklin Templeton, я уже рассказывал, что это фонд, который инвестирует у нас в Bitcoin ETF, также инвестирует у нас в Stellar, чтобы вы понимали. Ну и многие другие криптовалюты пока большинство там не верят. Ну а если инвестирует в Stellar, скорее всего инвестирует в тихую и в Apple. И, как я говорил, это все не случайно. Ну а как мы выяснили, у нас тот же BlackRock инвестирует в Chainlink и HBAR, то есть CBDC криптовалюты. А если Franklin Templeton инвестирует у нас в тот же Stellar, то, скорее всего, в Apple и в тот же Chainlink, HBAR и так далее. Просто сейчас это не поддается огласке. Скажем так, специально, чтобы вы не понимали, что вам надо покупать и что эти монеты на самом деле очень перспективные. Криптоквант сообщили о смене поколений биткоин-китов. Инвестиции новых китов почти вдвое превысили показатель старых крупных игроков. И это у нас определила криптокванты. Эксперт говорит, что майнеры, там и не связанные с централизованными биржами, свыше тысячи биткоинов, да, в категории попали владельцы монет возрастом менее 155 дней, то есть меньше полугода. Старые превышают этот срок. Ну и по факту, как вы понимаете, в долгосроке, естественно, киты продолжают накапливать. Ну и повышенное значение метрики говорит о высокой прибыли первых относительно вторых, что может указывать на потенциальное формирование ценовых пиков. Ну и по сути, конечно же, у нас Велеву рассказывает, что якобы при падении биткоина ниже 59 тысяч долларов войдет в медвежку. Но, как вы понимаете, какая нахуй медвежка, если сейчас идет бычий рынок, который только-только зарождается, особенно на альткоинах, да. И ранее Дж.П. Морган ответил, что цифровое золото находится в состоянии перекупленности. Ну, как мы понимаем, слушает Дж.П. Морган, который в партнерстве с Блокроком майнит и покупает биткоин, и рассказывает, что якобы что-то там перекуплено, либо там это скан пирамида схема понцы, да, то это все смешно. В Вайхам подсчитали объем забытых китами криптоактивов в Крисчейн мостах, и примерно так же у нас они рассчитали в сфере DeFi. NFT есть, говорят, десятки счетов с шестизначными суммами, о которых забыли. И если вы есть в этом списке, возможно, вы потеряли несколько лямов. Ну, как вы понимаете, скорее всего, это просто какие-то спящие кошельки, либо утраченные ключи, там, забытые сетфразы и так далее. Но, как вы понимаете, говорит, что в 20-м году у нас Бутейн назвал Крисчейн мосты уязвимыми для атак типа 51%. Ну, и, конечно же, он говорил это в 20-м году на медвежке, совпадение, да. Mantle и Altalfa, какая-то Prime, представили Omnichain, актив на базе биткоина. Ну, и, как вы понимаете, есть у нас такая компьютер еще Omni, но это какой-то другой актив. Но ожидается, что после запуска у нас FBDC станет доступен на сети Эфира и, в том числе, протоколы Mantle, Arbitrum, Optimism, Base, Linea, а также Solana, Aptos, UE, MerlinChain, Binance Smart Chain, Polygon, POS. А Polygon POS, это у нас, получается, вы понимаете, токенизированные активы, которыми уже занимаются такие фонды, как BlackRock, Franklin Templeton и так далее. Ну, и Coinbase в том числе. Поэтому Polygon Matic тоже должен быть у вас в портфеле. Я за него рассказывал, и его массово хейтили в новостях именно поэтому. Вот. Поэтому, потому что, конечно же, киты хотят откупить побольше таких монеток, которые у нас являются из перспективных секторов. По поводу Aptos, уже, ну, как бы он немножко отскочил. Ну, как вы наблюдаете, там 40%, то есть, с момента того, как я рекомендовал, он не сильно улетел. То есть, всего лишь там на, буквально там, процентов 5-10. Но, в принципе, сейчас еще Aptos можно купить. Те, кто ждет ниже, очень даже зря, потому что вы потом будете покупать на хаях. Можете в этом даже не сомневаться. Поэтому ждете, выцеживайте, будете покупать на более высоких отметках. Далее, самое интересное, у нас начинают хейтить, опять же-таки, Binance в очередной раз, что поддерживаемый биржей протокол Binance. Какой-то Velvet Capital сообщил о фишинговой атаке. Далее у нас регулятор Филиппин потребовал удалить приложение Binance из App Store и Google Play, чтобы вы понимали. Ну, Play Market, да. Далее, получается, у нас биржа Binance потеряла 25% доли рынка биткоинов. И, типа, якобы снизилась его доля с 81,3% до 55%. Показатель по альткоинам уменьшился 58% до 55%. Ну, по сути, якобы, там, перетекают средства на Bybit, OKEX, там, MEX, BitHub и другие биржи. Ну, и офшорные рынки стали менее концентрированы. Они большие биржи наберут обороты. На самом деле, знаете, почему может быть такая ситуация? Потому что они банально битки и альткоины вывели на холодное хранение, а они хранят на бирже. Совпадение, да. То есть резервы, да, вот этот фонд SAFU, который у них есть, SafeFond, он как был, так и остался. Но, как вы понимаете, естественно, они могли просто монеты вывезти на кошельки. И вот это почему-то не учитывается. Совпадение, да. В Канаде подали в суд на Binance за нарушение закона в оценных бумагах. И, конечно же, подали иск коллективный в Канаде. Совпадение. Потом упоминается в связи Binance, что его там посадят якобы на 3 года и провести 36 месяцев в тюрьме после признания вины в нарушении законов. Хотя он выплатил штраф там сколько на, получается, 50 лямов, да. И он согласился его выплатить. Потом биржа Binance обязалась выплатить 4,3 миллиарда, как вы понимаете. Но состоится судебное заседание 30 апреля. Ну и опять, скорее всего, отложат и клоунада продолжается, да. Binance запустила, но при этом Binance запускает спотовый копитрейдинг, да. При этом они запускают аэрдропы, при этом они запускают копитрейдинг. И, естественно, для того, чтобы получать уже 10% долю скидки, и, получается, долю прибыли 10% на комиссию. Ну и, как вы понимаете, копитрейдинг – это еще привлечение дополнительного бабла. Так же, как и запустили буквально неделю назад платформу Мегадроп. То есть, опять же таки, чтобы люди выполняли квесты и получали аэрдропы. Совпадение, да. Binance сожгла также еще 1,17 миллиарда долларов BNB. То есть, это также еще у нас такая дефляционная модель. И плюс у нас уже все монеты BNB в обороте, я напоминаю. Поэтому это тоже позитив. Далее у нас Wall Street Journal говорит, что Gary Scale подал заявку на нового продукта на базе эфира. То есть, видите, постепенно, как рынок начинает восстанавливаться. Как я и говорил, ну, вполне ожидаемо читаемо из их схемы, что будут форсить эфир ETF. Ну, а потом третья копирует. Может быть, это будет XRP. Может быть, это будет, там, не знаю, Solana, Evalanche. Ну, неважно. Ну, условно, я утрирую, но вы поняли. Скорее всего, может быть, я думаю, это XRP будет третьим. Вот. И, как вы понимаете, естественно, сейчас будут вот эти ближайшие 2-3 месяца форсить, пока не поймут этот ETF. Может быть, растянут до конца лета, может, до осени. Неважно. То есть, это не имеет значения. Но я думаю, предположительно, май-июнь мы уже увидим эфир ETF. И это просто будет неизбежно. Поэтому, конечно же, вот там Franklin Templeton у нас подает. Также у нас подает Grayscale. И, конечно же, все эти новости то там отклонили, то опять подали. Это ментальная мастурбация по этим ETF будет продолжаться. Да? Вот. Поэтому можете в этом не сомневаться. Вот такая вот рифма. Ну, и далее у нас Арктор Хейс говорит по поводу того, что сейчас не время проявлять скепсис в отношении криптовалют. И говорит, что инфляция, рост госдолга там и так далее могут способствовать росту цен в криптовалюте. Ну, и, по сути, на самом деле так и есть. В этом я с ним согласен. Ну, и, как вы понимаете, также делаются выводами, что Халлинг может провести к кратковременной коррекции. Ну, как бы после Халлинга. Ну, коррекция произошла до Халлинга. Как я и говорил, скорее всего, толпу обует. То есть, либо ее вообще не будет, либо она будет, скорее всего, до Халлинга. Ни во время, ни после, как многие ожидали, а именно перед. Ну, вот она и произошла, типа, на псевдо-черном лебеде по поводу Востока. Ну, естественно, это никак событие не было связано. Это просто ликвидация лонгов, паника толпы и давление шартов. Вот и все. Ну, и киты по стакану ебанули, что называется, да? Биржа Криптоком отложила запуск торговой платформы в Южной Корее. Типа, относительно негатив. И отложила из-за повышенного внимания со стороны регуляции. Ну, по сути, это все полная хуйня. Как вы понимаете, я бы на это тоже не ввелся. Вот биржа Криптоком, кстати, у них монета CRO. Мы ее покупали здесь в районе 5 центов. Также можно было докупить в районе 8 центов. Ну, и, в принципе, в потенциале монета будет продолжать расти. И цена, как вы видим, этого актива не падает. Далее, получается, у нас Бринштайн говорит, что биткоин переживает DeFi-лета. И аналитики заявили, что у нас риски и росты размера получаемых майнерами комиссии и тысячами токенов на базе RUN. Ну, и предположили также Бринштайн, что возобновит бычий ренопор после Халлинга может достичь к концу 2025 года 150 тысяч. И, кстати, это довольно-таки правдоподобный и реалистичный прогноз, как я вам и давал. Далее у нас Андрея Драгож говорит, что благодаря у нас Халлингу биткоина рынок постепенно восстанавливается. И это у нас отдел исследования ETC группа опубликовал отчет, в котором утверждает, что рынок восстанавливается после спада, вызванного геополитическими событиями на Ближнем Востоке. Ну, естественно, как вы понимаете, продолжают говорить. А как мы знаем, чем больше повторяется ложь, тем больше это становится правдой. Ну, если в каждом источнике и все, типа, псевдоэксперты и там какие-то влиятельные люди вам рассказывают, что, ребята, падение произошло именно из-за этого. Ну, если бы сказали, что упал еще раз из-за короны, вы думаете, люди бы не схавали? Схавали бы вообще. Хотя при том, что короны практически сейчас нету. Ну, да, есть она там в Европе и еще где-то. Но по факту, как вы понимаете, что, ну, как бы, понятное дело, специально льют этот фат. Сказали бы, я не знаю, что там машина муравья на дороге задавила. Они бы вы это поверили, понимаете? То есть, ну, как бы, как я говорил, что людям читать новости и в них верить, это же самое, что жрать говно натощак, вот на том же уровне. Поэтому, в принципе, людям скажут, жарь, говно, получишь миллион. Они согласны. И, по-моему, кстати, была такая передача даже на MTV, я слышал. Поэтому самое интересное, действительно, там, в забавке можно было сожрать говно. Ну, и люди, в принципе, делают это добровольно, причем за бесплатно. Вот, читая новости и ведро фекалий там всякой дресни на тебя выливается, ты это хаваешь. Ну, говно, я имею в виду не в буквальном смысле, да, как многие подумали сверхразумом, а в виртуальном, да. То есть, ты себе в башку, вместо того, чтобы ментально себя подпитывать, да, и mental health, что называется. То есть, подпитывать себя какими-то тренингами, книгами, там, образовательными программами, да, саморазвитием заниматься. То есть, да, слушать какие-то подкасты, там, мои в том числе. Люди слушают новости и верят. Я тоже читаю, но я-то не верю в это, понимаете, я понимаю, что нельзя верить новостям и нельзя верить китам, в принципе, понимаете. То есть, и людям тоже, людиськам, да, потому что верить людям, это себя не уважать. То есть, можно верить одному проценту людей и то, как бы, с осторожностью, да. Нужно понимать, что, ну, как бы, то, что вам говорят и то, что делают, это две разных вещи. И, естественно, как вы понимаете, что все не заработают, банально, потому что большинство 99 хомячков и рабов системы будут вестись на эти новости и воспринимать все за чистую монету. Несмотря на то, что там уровень абсурда граничит с долбайбизмом, но, при этом, они все равно будут в это верить, хавать и думать, что да, так оно и есть. Вот, цена токи на HBAR, конечно же, вот у нас профорсили эту новость, что вот подскочила на 2X. И, конечно же, у меня в комментах сразу начали спрашивать, что же думаешь по HBAR, что думаешь, что думаешь, а что там, что, что. Сразу все интересно, да, то есть до этого, пока монета лежала на дне, неинтересно, да, то есть у меня никто не спрашивал, да, то есть никому не было, как только подлетело, сразу интересно. И вот то же самое было по XRP, когда он помпанул на 2X. То есть как только идет большая зеленая свеча, хотя тут, по сути, роста как такого не было, да, всего лишь жалки 2X, да, и, конечно же, спрашиваю, что вот интересно именно на росте. Когда все падает, неинтересно, совпадение, да, либо боковик, ну, как бы, я не удивлен. Поэтому, и после этого мне говорят, Саня, все же заработают, смысл давать рост? Ну, конечно, все, все же заходят только на росте, поэтому все, да, ага, мечтайте. Аналитикс прогнозировал стремительный рост до гикоина, до 1 доллара, ну и, конечно же, после вот этого прорыва треугольника, я думаю, что выше, чем 1 доллар, это вполне реально. Здесь на рисунке у нас где-то 5 долларов, 10, может быть, даже и более, и больше. Ну, и, по сути, он говорит, что 5 долларов в конце 2024 года, и примерно предрекает, что сейчас стоит 16, и это повышение цены в 31 раз. На самом деле, это вполне реально, поэтому будем посмотреть, и я думаю, это тоже вполне правдоподобно. Рынок кальткоинов на подъеме, и вот у нас мемкоины готовятся к взлету, нам советуют, что вот Пепе там, Бонг, Флоки, там, что еще там, Доги, Шиба. Но, как вы понимаете, эти монеты уже поздно брать, если вы хотели их брать, надо было их брать до роста, потому что вы процедили, провыцеживали, прождали, да, ну и, в принципе, ну, Доги-то можно взять, никто ж не спорит. Ну, вот Шиба, та же самая, уже оттолкнулась на совпадение на 60%, практически, да, совпадение не думаю, и я говорил, что это было одно. Далее, Пепе тот же самый, уже попидорил наверх, и уже дает плюс 2 икса, плюс 2 икса, ребята, и многие говорят, не-е-е, это не было одно. Ну, не было, хорошо, ну, не было, так не было, посмотрим потом по фактам, было либо не было, уже, блядь, дебилу понятно, что это не отскок, ну, вот, сделаем перехай, тогда людички уверуют и скажут, а, ну да, точно, ты был прав, надо было покупать, Бонг похуярил наверх, хоть я не советовал его покупать, но даже тот же Бонг уже показательно, он дал 2,5 икса уже, понимаете, и это не отскок, мы уже идем на перехай, и после этого мне говорят, нет, ты не шаешь, это, это не могло быть, но должно быть еще одно падение, не всех еще вытрусили, не всех, не всех, да, ну, хорошо, тебя и вытрусили, как раз, дружище, потому что ты не покупал, ты ждешь ниже, вот, вот это и есть вытруска, то есть вытруска временем и вытруска падением, вот и все, ну, и, как вы видите, используются одни и те же методы, и сейчас пониженная волатильность как раз-таки сигнализирует о том, что люди не верят в рост, а рост, разворот, бычий рынок, альцезон активный начинается на чем? На невеи большинства, что сейчас и происходит, и многие блогеры, хомячки, рассказывают, что будет падение на 50, на 52, ну, хорошо, хорошо, как на 32 в январе, да, вот так, ха, ну, тогда ждем 105 тысяч долларов по биткоину, в принципе, как было у нас, сколько там, не, плюс 25, ну, 95, хорошо, давайте, 95, тогда на 50 тысячах ждали у нас, получается, дальнейшего движения, мы упали на 40, да, и по итогу 40 ебанули на 75, по итогу это плюс 35 тысяч долларов, ну, то есть, да, получается, если мы берем с 60, то плюс 35, это где-то 95 тысяч, ну, вот ждем 95, и тогда большинство блогеров перебудутся, скажут, летим на сотку, на 120, на 150, там, и так далее, и все, дно пройдено, оказывается, ну, они скажут вам это постфактум, постфактум, а я вам говорил это в моменте, что покупайте это дно, ну, не верите, не верите, хорошо, вот, дело ваше, поэтому вот тот же самый флоки, плюс 80%, уже тоже плюс 2 икса, совпадение, да, и это не дно, не дно, да, ну, хорошо, хорошо, вот, вам виднее, вот, далее, получается, что у нас еще, то, что XRP готов взлету, поскольку гигатор обещает у нас рост на 3 икса, 180%, и какой-то эго, ну, опять же таки эго, вы знаете его прекрасно, и говорит, что у нас, может быть, двойное дно, вот здесь вот, хотя мы увидели уже и двойное, четверное дно, но и примерно 1,4 доллара, это первая фаза, поэтому, я думаю, в долгосрочной перспективе вот эта аккумуляция, действительно, накопление, которое здесь имеется, мы потом очень хорошо вылетим наверх, и те, кто не верят, они потом будут покупать на хаях, ну, и плюс, также, как вы наблюдаете, у нас по состоянию кошельков, действительно, киты только накапливают. Вот у нас была еще новость по поводу XRP, то, что кошельки у нас содержат до миллиона XRP, приближаются к историческим максимумам, и вот многие хейтят XRP, но с 2012 года кошельки, имеющие от 100 тысяч до миллиона XRP, а миллион XRP это где-то 550 тысяч долларов, то есть примерно 100 тысяч, это где-то у нас в районе, делим на 10, это где-то 55 тысяч долларов, то есть от 50 до 500 тысяч долларов у нас кошельки только накапливают. А если, ну, понятное дело, от ляма и выше еще, тут имеется в виду, и как видите, вот эта коричневая линия, она копится, копится, и здесь, если продажи происходят, то какие-то локальные, может быть, чтобы подвигать цену, но по большому счету у нас идет восходящий тренд, и вот эти все, даже самые мелкие кошельки, самые мелкие рыбешки, планктоны, такие, как мы с вами, они только накапливают, а те, кто не верят, они потом будут покупать у вот этих людей, которые накапливают XRP уже 12 ебаных лет, понимаете, но при этом люди все равно не верят, ну, не верят, хорошо, купят на хаях. Здесь тоже самая ситуация, что у нас действительно накопление продолжается уже в течение года, вот, последнего тоже активно набирается. Голосновут говорит, что биткоин инвесторам следует умерить ожидания от халлинга, ну, конечно, естественно, умерили ожидания, но на самом деле по биткоину я не жду сильного роста, а вот по альтам мы увидим 10x выше, потому что те, кто не верят, они потом будут залетать. Ну, и по факту у нас говорят, что динамика, конечно же, снижается, и при этом у нас эпоха 1, 2, 3, 4, и после этого, как вы понимаете, что роста особого не будет, и примерно указывают прибыль в среднем 2,5x. Ну, примерно так и будет, то есть с текущих отметок, если глянуть 2,2x по биткоу, то есть как раз-таки это и выйдет, те же там 120-140 тысяч долларов, то есть примерно с текущих, давайте глянем, 120%, да, это примерно так и есть, то есть примерно это где-то 145 тысяч долларов. Поэтому это вполне адекватный прогноз, с этим я соглашусь полностью, потому что те, кто считают, что мы там полетим на 500, на 200 и так далее, ну, то есть вы понимаете, что это просто заоблачные отметки. Поэтому, да, тут по битку не надо сильно ожидать, а вот по альтам, альты еще себя проверят. То, что они дали, это вообще еще пыль. И те, кто рассказывают вам басни с блогеров, там, либо в комментах дебилы, какие-то хомяки со 100$ в кармане 2 месяца опыта, что якобы там все, киты разгружаются, киты продают, да-да-да, мы поняли, ага, ну, спасибо, да, будешь ликвидностью на хаяк для нас. Пользователи забыли о блокчейн-мостах, киты на миллионы долларов, но это мы тоже уже слышали. Далее у нас всех отложили рассмотрение заявок с потовой фирмами ETF, тоже гониво. Количество монет WorldCoin в обращении увеличится на 6-19%, потому что разлоки, но, как вы понимаете, это все херня, потому что разлоки на бычьем рынке значения не имеют. И уже тот же самый арком, который я вам советовал покупать вот здесь, уже отскочил на 50%, здорово. А дна показал плюс 2 икса, плюс 2 икса, и уже половину коррекции сожрал, и здесь закрепляется. А я предупреждал, ребята, что долго, дольше, чем неделю держать не будут, как и в марте 2020 года. Кто не послушал, зря. Вот WorldCoin еще можно купить, и тот тут уже отскок на 40%, в моменте был даже 60%. Поэтому с момента рекомендации, ну, немножко отросла на 10%, поэтому WorldCoin еще можно успеть. А вот арком уже все, пиздец, отрос, понимаете, вы проебали момент. Поэтому, ну, кто не закупался, кто закупался, молодцы, поздравляю, холдим, естественно. Вот, поэтому, ну, то есть надо уметь, уметь понимать, уметь читать рынок, но при этом надо еще грамотно закупаться, а не сидеть, блядь, ждать. А потом, ну, и вот здесь та же Дода, видите, плюс 40%, понимаете, поэтому, ну, даже сейчас Дода не поздно купить. Ну, как вы понимаете, что потом, когда монеты поотрастают, вы будете сидеть и жалеть, что, блядь, надо было купить, а вот там то да сё и так далее. Ну, то есть вы сидите, ждете, блядь, потом монеты отрастают, и вы такие, а, ну да, был одно. Ну, так это, сука, понятно, что это будет понятно только очевидно, постфактум. Ну, такая смысл ждать, понимаете, то есть вы сидите, выцеживаете, и потом монеты улетают, и вы такие, а, ну да, да, надо было покупать. Ну, конечно, конечно же, вот, и тот же самый Йота там и так далее. То есть уже монеты в среднем на процентов 30, 40, 50, некоторые даже на 2 икса стреляют, а вы сидите и, сука, ждете чего-то, блядь, у моря погоды, что вот якобы вам тут еще обязаны дать еще ниже, еще сколько, по 0 долларов вам должны дать за бесплатно, насыпать монеты, еще и проживать за вас, да, то есть, ну не будет такого, не будет. И, конечно же, я рассказывал, что покупайте GRT, покупайте там 1 инч, покупайте там HB, ну то есть многие монеты, которые там стояли на днище, то есть видите, фантом нам пугали, вот упадет, упадет, нихуя, он не падает, держит его, Avalanche тот же самый, восстанавливается, Arund и так далее, то есть многие монеты, они уже идут в восстановление, пока толпа сидит и ожидает чего-то, уже монеты дают зна, плюс те же там 30% в среднем, вот, некоторые даже на 2 икса, то есть мемы, они пошли первее, вот. И даже те же самые монеты, которые уже давали иксы, тот же самый FED, допустим, уже он дал плюс 60%, там Каспу тоже я советовал, она может быть тут особо не дала, но как вы наблюдаете, еще может дать и показать себя ENJ, давайте глянем, что по ней, ENJ тоже постепенно восстанавливается и уже зна здесь дала около 70%, вот ТИА тоже я советовал, говорил, покупайте, ребята, покупайте, ну и вот зна она тоже дала плюс те же там 60%, пока многие сидят там, чего-то выжидают, то, конечно же, уже монеты улетают, что называется, да, поэтому ждать смысла никакого не имеет, потому что потом уже будет поздно, вот, ну и как вы понимаете, конечно, те люди, которые сейчас не купили, потом будут с радостью взлетать на хаях и радоваться, что типа, ой, блядь, сейчас еще выше будет. Трейдер получил прибыль 2 ляма за счет мемкоинов Боумы и Манеки, но как вы понимаете, тоже Боумы еще рано продавать, потому что Бинанс держит на 400 лямов и явно это все не просто так и как вы понимаете, уже восстановление постепенно идет и по Боуму уже мы видим плюс 70% совпадения, да. И, в принципе, данную монету я тоже советовал даже сейчас не поздно взять, но имейте в виду, что дно она также прошла. Далее получается, что еще из интересных моментов, то, что у нас капиталитные киты перестали покупать биткоины и нас пугают, что вот якобы толстосумы покупали биткоины во время недавнего падения, вот, потому что значение коэффициента повышало 0, однако аппетит снижался, конечно, в итоге сошел на нет, когда показатель опустился до нуля. То есть они покупали в основном нападений, а на росте они уже покупать особо не хотят, поэтому, как вы понимаете, естественно, китам выгоднее нападений покупать, пока толпа там обсирается, то киты закупаются, да, вот так вот. Хакеры опубликовали исходный код биткоин банкомата в Сальвадоре, но это тоже пугалки, потому что тот же Сальвадор у нас держит кайпту, и многие думают, о, все там хана, и вот там у нас 96 записей из реестра какого-то, 6500 записей у нас государственные заказчики, и вот все хана, ну и после этого думаю, что все обвалится. Далее у нас якобы угроза США заблокировать китайские банки во всем мире, могут облегчить запрет капиталов в Китае, и также вот санкции подтолкнут Китай, подобно Венесуэле, там, и так далее. Ну и, в принципе, вот этот фат продолжается, чтобы вы, естественно, ну, на невере видели зеленые свечки и надеялись, что это фейк отскок, фейк отскок, еще будет ниже, ага, ждите. Айпл официально выступает против штрафа всех 2 миллиарда долларов, ну и сказать, что выплатят только 10 лямов, видите, в англоязычном СМИ дублируются новости по поводу XRP, почему? Потому что Айпл скоро будет признана Блэк Роком, да, то есть они втихую, естественно, все это дело накапливают, пока вы сидите и ждете чего-то, то, конечно же, они все втихую накапливают, как сделали с Ашбаром, Ченлинком, ну а потом цену пампят, да, и потом новости подгоняют уже после роста и на хаях совпадения, да. Инвесторы Avalanche намекают на предстоящее повышение цен на 20%, опять число 20-30% мелькает, совпадение, да, и говорят, что отметил бычье пересечение, типа Golden Rose, да. Coinbase запускает бессрочные фьючерсы на PEP, да, когда рост уже произошел на 2XA с дна, расширяя возможности торговли, совпадение, да, и говорят, что якобы увеличилось бычье импульс 15%, блять, 15%, давайте глянем, ну, наверное, может, я в глаза долблюсь, посмотрим здесь сколько, было даже, а, даже не 80, даже тут было 110%, в моменте, 2XA, 2XA, ну, хорошо, ладно, окей, даже вот здесь 60, ну, какие нахер 13%, ну, или сколько там, 20, то есть, конечно же, это все специально делается, чтобы сказать, что, ребята, смотрите, какой слабый рост, вот, надо фьючерс залонговать, заширтить, надо, ага, вот, чтобы побыть в обе стороны. Fidelity предупреждает о растущем давлении со стороны продавцов и обновляет прогноз у нас по биткоинам до нейтрального, и говорят, что рост в ETF накопления мелких инвесторов сохраняется, Fidelity применяет прогноз с нейтрального на позитивный, и, оказывается, у нас биткоин не дешевый, не дешевый, до этого дешевый был по 60 тысяч, по 70, сейчас дешевый уже, да, или не дешевый, ну, короче, блять, то есть, перебулись. ARS у нас, ну, это налоговая служба США, делает значительные шаги по налогообложению криптовалюты, ну, и, по сути, говорят, что у нас обязательно станет форма с января 25-го года, вот. Далее у нас криптовалютная раздача не улучшает впечатление от Gamify, и, по сути, вот у нас Illuvium, подчеркивает Айски, Gamify не улучшает впечатление игроков, эксперты критикуют устойчивость, Saga, Pixel, вот у нас Gamify, предлагаю новые подходы, ну, и, по сути, вот эти монеты, Pixel, тот же самый, и Saga, они будут расти, поэтому те, кто там хейтит Gamify, сектор, очень даже зря, потому что в долгосрочной перспективе Axie Infinity, Mana, Sand, Alice, TLM, Dark, вот эти все монеты будут расти, поэтому, если кто их не успел закупить, Mbox, тот же самый, многие другие, они будут расти, поэтому, если кто сомневается, ребят, ну, как бы, запейте водой и не переживайте, потому что в долгосрочной перспективе будет рост по этим монетам, и мой рост может быть действительно колоссальным на десятки, а то и сотни иксов, потому что эти монеты, мало кто про них знает, и холдит Binance, а Binance уже под регулятором США, ну, если холдер главный Binance на десятки лямов долларов, то понятное дело, что эти монеты будут расти еще и как, поэтому те, кто сомневается, ну, окей, хорошо, вот у нас Illuvium, тот же самый уже показывал Axie, может быть, еще покажет, но, знаю, он показывал уже около 4 иксов, но даже сейчас, если вы купите, в потенциале здесь могут быть, ну, 10-15 иксов в худшем случае, поэтому имейте в виду, что данные монеты из GameFi сектора будут себя показывать еще и как, поэтому мета-вселенная, GameFi сектор, DeFi, это все будет расти, и Manna и Scent, чтобы вы понимали, графики даже одинаковые, и выкупаются они аналогично, и уже ZNA данной монеты показали плюс 40%, ну, а по поводу Manna, давайте я вам покажу, сколько здесь, здесь откуп, кстати, был тоже в районе где-то 30-40%, поэтому пока толпа ждет, у нас киты закупают, я думаю, с этим ясно, ну, и по поводу остальных новостей, то, что у нас, конечно же, продолжают хейтить сектор, там, DeFi, GameFi, специально, чтобы вы не закупались, Acage Network, Aikity, у нас монета вошла в топ-100 криптуре после листинга на Abit, Abit это южно-корейская биржа, и, как вы понимаете, южно-корейские биржи по типу BitCamp, Abit, Uphold, они, конечно же, у нас форсят данные монеты, но, как вы понимаете, покупать монету, когда она уже дала, сколько тут в моменте, около 30 иксов, ну, я лично не понимаю, наоборот, ее надо фиксировать, когда происходят подобного рода листинги, далее у нас цена Polygon Matic, получается, растет, инвесторы способствуют быстрому возвращению, уже позитив начинают нагонять к данной монете, и, по сути, возвращается, и говорит, что достигает 80 центов, инвесторы откладывают фиксацию прибыли, вместо этого сосредотачиваются на том, чтобы сделать свои поставки прибыльными, ставка финансирования восстанавливается, что позволяет положить, что трейдеры делают бычьи ставки на фьючерсов по поводу Matic, ну, и далее, получается, что у нас еще, то, что, получается, PayPal предлагает капиталительное вознаграждение для ускорения устойчивости майнинга BitCa, ну, и, конечно же, PayPal говорит о защите NFT, а NFT тема тоже будет возрождаться, о чем я и говорил, поэтому успевайте зайти в тот же Move to Earn, а, за ApiCoin, я думаю, что у меня спрашивали, за ApiCoin стоит ли покупать, я считаю, да, стоит, пока на дне, у Binance данная монета тоже имеется, в накоплении 2 года, находится на глобальном дне, потенциал, ну, вплоть до 20 иксов, поэтому имейте в виду, что сейчас ее тоже можно приобрести, и она у меня также есть в портфеле GMT, Stepan, там, Fitbit и так далее, эти монеты тоже должны быть у вас в портфеле, потенциал здесь, вы понимаете, с текущих отметок где-то 10-15 иксов, поэтому монета тоже длительное время в накоплении, вот это все накопление, если кто не понял, поэтому обязательно должна быть у вас в портфеле, потому что тема Move to Earn, она восстановится, а восстановится, она уже возрождается, из таких популярных, это у нас Волкин, это у нас, получается, что у нас еще, это Fitbit, да, то есть эти монеты однозначно будут восстанавливаться, и потенциал здесь тоже, там, 20-30 иксов и так далее, поэтому, если кто не верит, ну, ребят, ваше право, то есть я переубеждать не собираюсь, это ваш выбор, покупать их либо нет, ну, вот та же Step Up, здесь видно, что колоссальные объемы заехали, то есть вот здесь объемы были лямы, здесь уже десятки лямов, поэтому даже сейчас монета может показать, чтобы вы понимали, около даже 100 иксов, если восстановится сюда, ну, а там уже будем посмотреть, и время покажет, сколько она даст, ну, а там уже по поводу трендов рассказывал неоднократно, Шиба Инну переходит в золотое сечение, последствия для цены, и говорит, что показывает бычьи всплески, и факторы, как настроение рынка, уровни сопротивления будут определять восходящий тренд Шибы, несмотря на недавние успехи, Шиба сталкивается с уровнем сопротивления, и потенциальным краткосрочным спадом. Далее у нас Сек ищет комментарии для BlackRock Spot и ETF, и, по сути, откладывает решение, и вот тянет резину, ну, и новое предложение переходит от модели на основе эфира к модели погашения наличными, сохраняется скептицизм, ну, специально гонят, да, ну, и, в принципе, вот у нас по Шибе уже позитивно начали нагонять, хотя до этого рассказывают, что упадет. Солана у нас говорит, по этой причине вероятно 25%, опять цифра 2 и 20-30% совпадения, да, и Солана все уже ниже не падает, уже она у нас оказывается восстанавливается, да, вдруг внезапно, то есть, и, как вы наблюдаете, да, действительно Солана восстанавливается, я говорил, что это дно, покупайте, но мне сказали, не, надо ждать ниже, плюс 35% здорово. Ну, это только начало, естественно, пока еще не говорим, губ пока не перепрыгнули, но, в принципе, я думаю, все отрастет, вопрос лишь времени. Далее у нас инвесторы Лайткоина могут спровоцировать коррекцию, нас продолжают пугать, хотя Лайткоин сильнее всех держался, как и Доги, да, и не падал нихера, то есть упал там на 30%, и, говорит, что к падению на 8%, блядь, ну, стоит ждать. Лайткоин киты за последние несколько дней не предприняли никаких существенных действий, и это маловероятно. Участие в розничной торговле также пострадало, активная адреса до 6-месячного минимума, блядь, ну, все, хана, и из-за того, что пониженная волатильность, нам рассказывают в басне, что, типа, все, Лайткоин там падает, хотя он нихера не падал, упал на 30% и уже восстановился зная, и показал те же там плюс 20%, ну, плюс 20%, потому что он особо-то и не падал. Далее у нас, конечно же, пугают по поводу WorldCoin, а планируют продать токены WorldCoin на 195 лямов влияния на цену, и перед этим тоже была там какая-то пугалка по поводу WorldCoin, что якобы сейчас они там все сольют, потому что там то ли разлоки, то ли что, но, как вы понимаете, это все специально, и вот в обращении увеличится 6-19%, и вот, ребята, сейчас там все сольют, и все, конец этой монете, и увеличив предложение на 20%, но, как вы понимаете, тот же WorldCoin, это специально пугалки, чтобы вы не закупили пока монета на дне, в отличие от того же Аркома, который уже отскочил на 50%, то есть 60%. Бывший генеральный директор может провести 3 года в тюрьме, это у нас тоже специально пугалки, чтобы вы не покупали и думали, что Binance Cam, мем монета Бонг вскоре может продолжить параболический бычий забег, ну, конечно же, конечно же, когда Бонг уже, сука, отскочила, тогда нам рассказывают, что, ребята, пора покупать, пора покупать, уже плюс 2,5х, пора покупать, ака, то есть, тут не надо покупать, и тут не надо, а вот сейчас пора, сейчас пора покупать, ну, конечно же, блядь, спасибо за совет, от души, блядь, вот, дальше, новое обновление сети Солана запланировано на конец мая, что якобы, ну, от решения перерывки сети, 5 ёбаных лет они уже делают эту Солану, блядь, никак не сделают, чтобы она не вылетала, но, поэтому, цена растет, хомячки рады, вот, почему цена на Хедеру подросла, и, по сути, у нас сказали, что BlackRock токенизирует фонд у нас денежного казначейства США на базе Хедера Хэшграф, то есть Ашбар, и, получается, у нас признали эту монету как токенизированный актив и как CBDC, совпадение, да, токенизированные изменения Injective направлены на беспрецедентную инфляцию, пугают, что вот там одобряют Injective 3.0, усиливая дефляцию токенов, хотят, а, дефляцию, сори, ну, типа, у нас такая дефляционная модель, и, по сути, также у нас усиливает центральный банк меры по борьбе с криптовалютами, ведущие биржи под пристальным вниманием, и нас пугают, что вот там Binance, Bybit, Kucoin, Okix, проверки криптовалюты, и вот все там хана, финансовые реформы, ну, и, конечно же, рассказывать для того, чтобы вы обосрались, но, по факту, эти все новости не имеют никакого значения, да, как вы понимаете, это все пугалки, чтобы вы не закупались криптой, поэтому, ребят, можете даже не парить мозга, холдить, и уже рост и восстановление началось, если вы этого не поняли, то есть у нас рост уже идет, то есть перелив идет из фонного рынка в крипту, если вы не заметили, то есть у нас действительно пошли с индексов, рост перелился, то есть вот эти бабки перетекли в крипту, и индексы, которые там S&P 500, NASDAQ, там TQ, Dow Jones, золото, там серебро, то есть у нас переливчик уже пошел, пока большинство там чего-то ждали, ждали роста по фонде, что это все будет одновременно с криптой, ни хера, у нас все идет параллельно, ну, вернее, не параллельно, блять, а в разнобой сейчас, да, поэтому, как вы понимаете, не надо абсолютно ни на что полагаться, ни на фонду, ни на ставку, ни на хуявку, ни на инфляцию, там, ни на полюцию, в общем, не надо, просто сфокусируйтесь на том, что вы купили, и держите до цели, все, все, что вам надо знать, поэтому та же ТЭТа уже восстанавливается, я говорил, что ниже ее не дадут, и уже плюс 50%, поэтому это не отскок до хлакошки, вы потом посмотрите, что это действительно бычий рынок, и уже восстановление, пока вы не верите, ну, не верите, пока 90% вольтового еще не восстановится, как только они восстановятся, вы скажете, а, ну да, надо было покупать, всем удачи и всем пока.